Именно в монастыре открывшемся монахиня, которая Антония Артурла, подарила мне серенький подрясечек. И рукополагал мне архиерей, который был духовным сыном, будучи священником Отеана Карашатского, в день его памяти, 19 октября, день Евангела. Товарищ Ленин, Побода адовая Путин сделан и сделает запуше Пусть растет добыть угля и руды В темникурском лагере был монах-барон, барон Эстин. И он мне рассказывает, в лагере два антиминца. Антиминц – это священный расшитый плак, который кладется на престол, и без него не может быть совершена эвхаристия, то есть переход вина и хлеба в целую кровь Господнюю, которую потом причащают. В катакомбах был антиминц, но не было престола. Тюрьма. И они решили, что грудь мученика, который завтра будет растержен, есть достойный престол. Положили его и совершили на его груди танец эвхаристии. С этими словами он берет сумочку и говорит, Константин Сергеевич, у меня антиминц хранится, но у меня известили, что будет обык. Надо его спасти. Берет вот эту сумочку и надевает на меня. Вы подумайте. Позвольте историческую историю. И я с этим антиминцем ходил на работу, в юридическое отделы. И я чувствовал преображение души. Такое счастье. Я любил один человек. Прям чудо какое-то. Судьба, Майя. Это Божий путь, что меня направили в лагерь. Антиминц. С тайной вечери Христовой с первохристианских катакомбных времен совершается в мире божественная Евхаристия. И ничто никогда до скончания века не прервет эту сокровенную жизнь церкви. К этому плату со вшитыми в него частичками мощей мучеников по церковному установлению может прикоснуться лишь рука священнослужителя. Надпись эта сделана владыкой Павлином. Архиепископ Павлин, келейник отца Иоанна Кронштадтского, погиб в заключении. Предвидя свой неминуемый арест и арест архимандрита Тавриона, он вручил ему этот антимин с надписью «Иде же прилучиться». Эти слова давали право отцу Тавриону совершать таинство святой Ехаристии везде, где ему случится быть. За 25 лет лагерей и ссылок отцу Тавриону случалось быть во многих местах. После всего пережитого тихая пристань, небольшой спасопреображенский монастырь под Ригой, пустынька. Многих она утешила, многих согрела. Но только не знающих монастырской жизни может обмануть ее уютный вид. Это крепость. И здесь, в молитве, в богослужении, в проповеди продолжалась духовная битва отца Тавриона. Знавшие его, ощущали в нем какое-то особое чувство внутренней свободы и пламенеющей радостной веры. Память об этом подвижнике благочестия не умирает, да и не умрет никогда. Ежегодно на его панихиду приезжают сюда его духовные чада. Память об этом подтрелять. Память об этом подбираем, Не учени, не обрани, не вежелицы, взяты, Господи, и праведницы, взяты, небосвязина, усовшие роды твое, проповедь, святы. О своем наставнике вспоминает отец Владимир. Известно его выражение на проповеди. Он рассказывал уж о страшных таких тяжелых условиях, и говорит, вот эти этапы перевезут, выбросят буквально на поле, и все. Снег там, все завалено. И говорит, мы бы в землю куда-нибудь зарыться бы только от холода, от ветра, ну или что. То есть, конечно, ну и вот, как я уже упоминал, что он в этом большой промысел Божий усматривал, в том, что он остался жить. Для чего, говорит, жить? Для того, чтобы, наверное, вот послужить. Когда стал вопрос о том, что его из Казахстана отпускают, говорит, я даже, говорит, сомневался, возвращаться ли мне. Ну, в мир после стольких лет. И, говорит, для души, говорит, мне было в ссылке очень, говорит, уже хорошо. Потому что я жил в литургии, жил в постоянном богомыслии. Все эти лагеря, ссылки ведь и сделали отца Туриона тем, что он и был. Наверное, все призваны на какой-то подвиг. Все призваны на подвиг. Господь сказал, что в этом мире будете скорбны. И вот через эту скорбь идет, наверное, духовное возрастание. Только через скорбь. Если человек благоденствует, это трудно сохранить тот духовный настрой, ту ревность даже по Бозе. Поэтому скорбь – это великое лекарство, великая милость Божия. Если они посылают, в этом смысле и вся страна как бы на такой, на крест была пригвождена для того, чтобы что-то произошло, что-то было осознанно, что-то какой-то пошел рост. И земля наша вся святому антиминсу уподобилась. Цветы российского луга духовного год В годину лютых гонений дивно просвет синий Малому теницы бесчисленнии Святители царственнии Страстотерпцы, пастыри, монахи мирские Мужи, жены же и дети Добрый плод Христу принесший Да утверждается уже церковь русская Кровью и страданиями вовшими Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова